Иисус Иисус Знаете, когда читаешь эту притчу, в разные периоды жизни я иногда ощущаю себя либо виноградарем, который пришел посмотреть, как там дела с его смоковницей. Либо иногда ощущаешь себя самой смоковницей. Но вообще прежде всего смоковница, для нас такое несколько экзотическое слово, которое используется в синодальном переводе. Но в действительности наверняка многие из вас видели это дерево, это фиговое дерево или еще называют его инжир. Я специально попросил сделать несколько картинок этого дерева. Видите, вот само дерево и вот плоды смоквы, ну или сам инжир. Очень такие вкусные, сладкие. Очень люблю варенье из инжира, когда чудесный этот инжир, вкусный, вкусный. В общем, сразу понятно, почему человек захотел именно такое дерево посадить. Но вот если мы рассматриваем себя вот как человека, который умел виноградник, и там была посажена смоковница, и естественно это требовало каких-то вложений, и всякие наши вложения хотят быть оправданными. И вот он, смотрите, пришел искать плода и не нашел. У вас когда-нибудь были в жизни такие вот периоды, когда вы над чем-то работали, трудились, что-то вкладывали или в кого-то вкладывали? А потом, когда настало время и вы уже ожидали результата, результата никакого не было. Бывало? И что тогда происходит с вами? Да, тогда мы разочарованы. Разочарование, когда ты что-то вкладываешь, что-то делаешь, ожидаешь каких-то результатов. Вот, и приходит время, а результатов никаких нет. Возникает вопрос, зачем же я столько сил часто вбухил в это или там денег, каких-то, может быть, финансов даже вложил в это. Есть часто эти вещи, когда вот что-то ожидается, а это не происходит. Вот, очень интересно, я помню, особенно в детстве, в подростковом возрасте, очень любил читать фантастику, очень любил читать фантастические книги. Вот, и если вы помните, очень многие фантастические книги, которые были написаны где-то в середине 20-го века разными фантастами, они были как раз вот о времени, в которое, как ни странно, мы теперь с вами живем. Вообще, вот, как бы для современных детей-то трудно представить, но, помню, мы все в 20-м веке всегда думали, а что будет со мной, когда наступит 2000-й год? 2000-й год уже произошел 17 лет назад, уже даже некоторые, у меня половина детей уже родились после 2000-го года. Двое. Двое. А я, помню, считал, думаю, вот мне в 2000-м году будет 29, я думаю, 29 лет, какой я уже буду взрослый дяденька. 29 лет, да? И вот 2000-й год прошел, и вот замечаешь, что многое из того, если, ну, не большинство, что часто люди фантазировали о том, как же будет жить население планеты после 2000-х годов. В действительности этого ничего нет. Я недавно смотрел выступления юмористов советских, выступления 1967-го года, которые фантазировали, что будет через 50 лет. И это 2017-й год. И они друг другу рассказывали, и все в зале хлопали, так они весело, смешно рассказывали, и все было понятно, что жизнь в 2017-м году в нашей стране будет просто удивительной, счастливой, фантастической. Денег вообще не будет. Потому что, в принципе, в нашей стране где-то с 80-го года должен был коммунизм быть, помните же, да? Вот. И поэтому это уже будет, уже, скажем так, глубокий коммунизм это будет. Денег не будет, и вот такие отношения, все. И они вот рассказывают, рассказывают. Сейчас смотришь и понимаешь, вот все там, что они себе напридумывали, вот этого ничего нету. Сейчас не только денег нет, сейчас такие деньги. Там сейчас, сейчас не просто вот есть деньги, там какая-нибудь валюта, сейчас уже какая-то появляется криптовалюта, да? Электронная валюта, которая где-то хранится, даже неизвестно где. Она хранится, даже уже понять трудно. Сейчас такие деньги, что... То есть, вот то, что они напридумывали, ничего не произошло. Вот. И даже если мы возьмем вот 90-е годы, помню, когда в 90-е годы мы вот вначале собирались и молились, и мы рисовали, каким же будет будущее христианства на нашей земле, будущее церкви в России, там лет через 10, 15, 20 лет, да? И мы представляли вот это, и честно вам скажу, вот прошло уже 25 лет, вот в основном все, что мы там придумывали, придумывали себе, оно ничего не получилось. Точнее, оно как бы получилось, но не так, как мы там себе придумывали. И из-за этого мы очень часто бываем разочарованы. Вот есть разочарование. Ты ожидаешь, а оно не получается. И вы знаете, вот часто люди приходят и говорят, пастор, а вот что делать? Что делать, если вот разочарован? Что делать, если разочарован? Мне кажется, вот эта притча, она четко показывает вот эту позицию, что делать в твоей жизни, если ты разочарован, да? На примере хозяина виноградники, который был разочарован, который пришел, наконец, получить результат, а результата никакого не было. И в этой притче четко показан рецепт, да? Когда виноградарь, тот, кто работал в винограднике, сказал, господин, оставь эту смоковницу-то, инжир, на этот год. Не принесет ли плода? Я покопаю, обложу навозом. Не принесет ли плода? Если нет, то в следующем году срубишь ее. Вот посмотрите, в послании к Колоссинам, 3 глава, 12 стих, апостол Павел пишет, смотрите. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение. Вот та одежда, в которую мы должны облекать себя. Каждое утро, когда мы там наряжаемся, когда одеваем красивую одежду, есть также внутренняя одежда. И об этом пишет апостол Павел. Что же это за одежда? Это милосердие, благость, кротость, долготерпение. Результаты не приходят быстро, так, как мы хотим. И наши мечты часто, планы, не сбываются так быстро, как мы хотим. И мы должны не отчаиваться. Порой мы ждем очень быстрых результатов. Но мы должны работать, мы должны трудиться. Оставь еще на время, еще продолжай работать. Но вот не получается, не видишь больших изменений. Но не сдавайся. Продолжай двигаться, продолжай действовать. Продолжай делать со своей стороны все, что можешь. Если же проходит время, и уже все сроки прошли, и один год, и второй год, и еще оставил на следующий, и ничего не произошло, тогда, сруби это дерево, чтобы не занимало место. Далеко не все наши планы и мечты осуществятся. И часто люди живут с неосуществленными мечтами, хотя ты уже понимаешь, что это никогда не сбудется. Вот очень многое, что мы там вот себе напридумываем часто, фантазируемо, оно никогда не произойдет. И невозможно же жить все время вот с этим ощущением. Вот, а вот мы живем, а деньги до сих пор есть, как вот жить-то теперь. Нет, просто-напросто нужно сделать очень... То, что, значит, ты там себе напридумывал, намечтал, это просто были твои фантазии. И не думай, что весь мир обязан исполнять твои ожидания. Нет, такого не должно быть. Поэтому, если ты видишь, что какая-то мечта очень фантастическая, никогда не сбудется, просто сруби это дерево и планируй какие-то другие вещи в своей жизни. Очень просто. Есть мечты, с которыми необходимо нам расстаться с вами. Есть планы и цели, которые мы себе напридумывали, которые вместо того, чтобы благословлять нас, наоборот, нас подавляют. Потому что то, что ты себе напридумывал, это было не было от Бога. Это просто были какие-то фантазии твоего сердца. И мы очень часто путаемся вот те планы, те желания, которые Господь нам вкладывает, вот тех, которые мы сами себе напридумываем. Поэтому просто сруби и посади другое дерево. Сруби бесплодную смоковницу, если, несмотря на все твои старания из года в год, ничего не произошло. Вот когда, я помню, мы думали, как же будет пробуждение после двухтысячных годов, и были какие-то планы. А потом время пришло, и мы видим, что часто эти планы не осуществляются. Вы знаете, можно быть разочарованы. Если вы обратили внимание огромное количество пасторов и проповедников, я говорю к тем людям, которые были у нас в церкви или в какой-то церкви в 90-е годы, да, вы обратили внимание, что немало пасторов и проповедников в нашей стране, да, вот после двухтысячных годов, где-то ближе к 2010 году, как раз, когда примерно 20-летие было, вот с того движения новых церквей, которое началось в начале двух девяностых годов, да, так вот, спустя какое-то время, 15-20 лет, очень много пасторов и проповедников оставили свое служение. Обратили внимание? Обратили внимание, сколько много, даже у нас здесь, на Урале, в нашем регионе, служители, пасторы, проповедники, которые выходили на сцену, и чьи проповеди были для нас с вами благословением, сегодня их нету в служении вообще, да? Почему? Одной из главных причин, когда вот я беседовал с ними, это разочарование. Потому что спустя 15-20 лет мы не увидели того, о чем мечтали и молились в начале девяностых годов. Но я для себя решил все по-другому. Если вот то, о чем я думал, не произошло, то проблема не в Боге, чтобы там в Боге разочаровываться, или не в людях. Проблема, значит, была просто-напросто в моих фантазиях и в моих планах. Значит, что-то я себе напридумывал, я ожидал это, это не произошло. Ну что, нужно выкорчевать эту смоковницу и двигаться в том, что Бог совершает сегодня. Понимаете меня о чем? И я понял, значит, вот у Бога были другие планы, и нужно принимать то, что Господь совершает сегодня. Я верю в пробуждение, я верю в действие Духа Святого, но как оно должно происходить? Что оно должно совершать? В нашей жизни и в нашей церкви у меня сегодня во многом поменялось мнение. Почему? Да потому что я не хочу держаться вот за это старое, за несуществимые свои там фантазии или какие-то мечты из прошлого. Потому что как только ты начинаешь жить вот этими прошлыми вещами, говоришь, вот-вот я думал, оно не произошло, ты разочарованный человек. Разочарованные люди – это всегда старые люди. Это люди ворчливые, люди ноющие, люди недовольные, люди, которые все время смотрят назад, и не важно, сколько тебе лет, не важно, сколько тебе лет, всегда смотри вперед. А вот-вот я помню, вот тогда музыка была, вот у нас такая мощная музыка была, вот, а теперь какая музыка у молодежи, какая-то непонятная музыка, вот какая-то непонятная музыка. Я помню, когда мы увлекались в 2000-е, в 80-е годы, когда был у нас рок, у нас был Свердловский рок, помните? Я сам был увлечен роком, играл на гитаре там, и был, ну как был, ну старался быть, скажем так, музыкантом, вот, и что-то такое, и играл, и все, и нам казалось, что это такое великое начало, великого рока, который поднимется в России, а потом оказалось, что это время, это было самое лучшее время вообще во всей истории русского рока. Мы-то думали, это начало, а это оказалось была вершина. И она прошла сегодня, она прошла сегодня. И вот некий говорит, вот помните, какие были концерты 80-х годов. Ну нельзя же жить теми вещами, а вот как сейчас, чем же сейчас жить? Вот вы знаете, люди, они не открыты, вот для того, что происходит сегодня. И поэтому они разочарованы. Я запомнил одну вещь, которая произошла, знаете, в моей жизни, произошла в моей жизни в 80-е годы. Я помню, к нам приехали в гости мой дед с бабушкой, вот маленькая зарисовка. Они приехали к нам в гости, вот сидели, мои родители что-то там готовили, какую-то еду, вот, бабушка тоже ушла, а мы были с дедом в комнате. И дед меня спросил, слушай, говорит, а включи мне какую-то музыку, которую слушает молодежь. Я так подумал, ничего себе, деду уже, ну, ему тогда было за 60, мне казалось, он просто древний старец. Хотя сейчас я смотрю, в принципе, человек в самом соку был, вот, а? Когда тебе лет 15, то ты по-другому смотришь. Вот. Я так удивился, и я помню, включил ему одну из групп, которые были популярны в то время, одну из песен, но я такую постарался выбрать, ну, такую, скажем так, ну, чтобы так, для деда, вот. Не самого тяжелого звучания, которое было в то время. Он послушал, и говорит, о, интересно, а еще что-то включи. Я ему что-то еще тоже включил, помню, потяжелее. Он послушал, а говорит, ой, слушай, а еще что-нибудь включи. Я ему еще включил. И потом он говорит, слушай, а вот что тебе в этом нравится? И я с удивлением обнаружил, что вот он сидит, ему это интересно, хотя это не его музыка, это не его поколение, это вообще не тот стиль, который он слушает, но ему интересно, вот что происходит сегодня, почему вот молодежь это слушает. И он с интересом все выслушивал. Я помню, мы сидели, и мы общались с ним. Вот вы знаете, когда вот сейчас прошло, сколько уже, уже куча лет прошло, я почему-то до сих пор помню вот тот момент, когда мой дед сидел со мной в комнате и просил меня включать ту музыку, которую мы слушаем, молодые люди, подростки тогда, и слушал мой разговор, мои рассказы, почему мне эта музыка нравится. Меня тогда это поразило. Хотя он мог говорить, а вот в наше время, вот это там какая-нибудь, Клавдия Сульженко пела, так пела, а у вас еще орут и орут. И вот сегодня, когда проходит время, да, вот, и я смотрю на молодежь, на ту музыку, которую она слушает, я всегда вспоминаю моего деда. Можно сидеть, смотреть на них и говорить, вот, вот что у вас такое, вот у нас было такое, а у вас что? Это просто разочарование, деградация искусства. Об деградации искусства говорили всегда, и тысячи лет назад, и две тысячи лет назад, всегда говорили. Ну, я вот слушаю, и много музыка, вот, например, там сейчас среди молодежи очень популярен рэп, и некоторые говорят, Виктор, там ты рэп слушал? Да, слушал. Не потому, что это очень близкая для меня музыка, или очень там какая-то, что мне сильно это нравится, например, а потому, что мне интересно. И, знаете, я слушаю, и я вижу, что да, там есть, может быть, не все близко, для меня, но я вижу, там есть талантливые тексты, есть какие-то талантливые вещи. И они говорят, вот там у нас в 80-х годах, когда мне было 15. иначе ты будешь всю жизнь жить, вот таким разочарованным, старым, брюзжащим человеком, недовольным всем вокруг. откройся для того, откройся для того, что делается сегодня. Откройся. Если какие-то вещи пошли вопреки твоим ожиданиям, если ты думал, что рок должен развиться, например, а сейчас рок вообще, не поймешь, какой, а сейчас рэп популярен, значит, так сейчас есть. Если ты думал, что в 90-х годах вот это должно так двигаться, и Бог должен так действовать, а сегодня ты видишь все несколько иначе, значит, так происходит. Глупо биться. В Библии говорит, стучите, и открыварят вам. Но если ты стучишься в стену из года в год, подумай, может быть, ты не туда стучишь? Должна быть настойчивость, но не должна быть глупость. А мы иногда долбимся и долбимся. Нет, нам кажется, вот так должно быть. Нет, нам кажется, тут должна быть дверь. Голову сломаешь, руки в кровь изобьешь, но ничего не поменяется. Так и будешь разочарованным человеком. Но интересно, знаете, здесь есть другая еще сторона, о которой, может быть, я не так часто говорю в проповедях. Другая сторона. Сторона самой смоковницы. А была ли у вас в жизни ситуация, когда вы кого-то, не вас, а вы кого-то разочаровывали? Когда ты разочаровываешь других людей. Вот я тоже, знаете, когда вспоминаю свое детство, у нас был тоже момент один. Сейчас, когда приезжаешь вот куда-то во двор, там часто вообще ничего нет, кроме стоянки машин. А раньше дворы у нас как-то были полны жизни. Там у нас во дворе играли в футболы, в баскетболы, в валютболы. Все кричали, бабушки на лавочках кричали, мы орали. Ну, в общем, движуха была. И я помню, у нас был такой период в истории нашего двора, где я вырос, когда было очень... все играли в футбол. И я помню, был в команде, и меня поставили на воротах. И, вы знаете, так вот получилось, что как-то очень ловко умудрялся я ловить мячики. Сам не знаю, почему. Но как-то, в общем, и у нас был такой мяч, был такой мяч, и на этом мяче были написаны имена всех игроков, и если кто-то забивал футбол, ставили звездочку. А я был вратарем. И мне ставили звездочки, если какой-то мяч должен был точно быть забитым, а я умудрялся не допустить в свои ворота гол. Вот. И вот знаете, вся моя клеточка была в этих звездочках. Я был таким гордым вратарем, просто удивительным вратарем. Все говорили, вау, вашу команду не победить, у вас такой удивительный вратарь. И потом мы решили сделать наконец-то чемпионат двора. Все команды собрались, и был чемпионат двора, и я скажу вам честно, я не знаю, что произошло, но когда был чемпионат двора, я напропускал столько голов, что наша команда проиграла. Мне было все равно, что знаете, что я пропустил много голов. Мне было очень горько, потому что на меня так надеялись, а я всех разочаровал. я помню, взял этот мяч, перечеркнул в свою клетку, даже помню, ее полностью закрасил со всеми своими многочисленными звездочками. Я был, думаю, как же так, я всех подвел, они ожидали супер вратаря на воротах, а там просто оказался, как мы называли вратарь, дырка, который пропускал все голы. Я был так разочарован сам в себе, что я всех разочаровал, что я сказал, все, я больше никогда в футбол не играю. Никогда в футбол не играю. И вот вы знаете, сейчас у нас есть часто здесь зал, все время кто-то играет в мини-футбол или наша команда, и все служители знают, Виктор никогда не играют в футбол. Это правда же? Даже когда у нас был фанат вот Женя Галеев, который все время любил вот эти всякие то хоккей, то футбол, я вообще не играл, ни в какие командные игры не играл, потому что я разочаровал свою команду, когда мне было 9 лет. Потом прошло некоторое время, и я решил записаться на секцию тогда было очень модно самбо-дзюдо в 80-е годы, чтобы бороться. И там у нас был тоже вот какое-то время, а вы знаете, вот есть такие люди, как я, если вот такие люди за что-то берутся, то им поначалу все дается очень легко и просто какое-то первое время, а потом они сталкиваются с какой-то проблемой, с какой-то сложностью, и чаще всего, когда это возникает, а тебе до этого все было легко и просто, и вдруг начинается все нелегко и непросто, что ты просто все бросаешь. Кто-нибудь такой еще есть, кроме меня? Вот я такой. и я помню, записался в секцию и все вначале было хорошо, а потом опять все как-то стало сложно, и я помню, тренер подошел и говорит, слушай, говорит, ну, ты не создан для борьбы, как-то у тебя ничего не получается, и ты кувыркаешься как-то не так, как нормально все надо кувыркаться и все как-то делаешь не так, мне кажется, тебе нужно оставить секцию. Вот. И я вдруг понял, что тренер как-то во мне разочаровывается, или точнее разочаровался. И тут я сделал одну вещь, которую не сделал, когда у меня не получилось с футболом. Я сказал, знаете, оставьте меня, пожалуйста, до конца года, если тогда не получится, тогда я уйду сам. Я помню, когда это произошло, я вдруг понял, что вот если я буду продолжать вот так вот жить, вот ничего не получится, я должен... И я начал усиленно тренироваться, я стал усиленно тренироваться, усиленно тренироваться, усиленно тренироваться. И постепенно, знаете, вот когда ты сталкиваешься с этой первой проблемой, у тебя всегда вот есть вот этот выход, либо все бросить, либо начать это преодолевать. Я стал преодолевать это все в себе. И уже к концу года никакой речи не шло о том, чтобы уйти, потому что я начал побеждать, выигрывать, потом я начал вступать на соревнованиях и стал побеждать на соревнованиях городских, соревнованиях областных. В общем, скажем так, в этом виде спорта я преуспел и если бы ни одна травма, которую я получил во время одних соревнований, которые я тоже победил, я не знаю, как бы сложилась моя жизнь. Но слава Богу за ту травму, что Бог меня остановил в этом пути. Слишком хорошо у меня там все стало получаться. И вот знаете, когда я сегодня вспоминаю вот эти два моих примера, как вот во время футбола, когда возникла первая же проблема, первая же неудача, то разочарование разрушило меня и я поставил жирный крест над всем, чтобы продолжать. И когда я занимался уже борьбой и опять возникла проблема, но я не сдался, я понимал, что да, я разочаровал тренера, вот, и он думал, что я буду таким, а я таким не стал. И вот уйти, я думаю, нет, нет. Поймите, что очень часто люди что-то ожидают от нас, и мы, бывает, разочаровываем. И как я сказал, даже не просто их разочаровываем, разочаровываем часто сами, сами себя. И мы не должны с вами сдаваться. Продолжай двигаться, продолжай, продолжай действовать. Продолжай, продолжай идти вперед. Потому что, возможно, в следующем году ты принесешь обильный урожай. Часто очень в нашей жизни все начинается именно с неудачи. Я на всю жизнь запомнил слова одного человека, который мне такие вещи сказал. Говорит, Виктор говорит, если ты что-то хочешь научиться сделать хорошо, вначале тебе придется смириться с тем, что ты будешь делать это плохо. Другого пути нет. Если ты что-то хочешь научиться делать хорошо, не бойся, смири свою гордыню. Вначале ты будешь делать это плохо. Но если ты не сдашь это, то постепенно все будет лучше и лучше, лучше и лучше. Лучше и лучше. Когда смотришь там часто на жизнь людей, вот кто из вас есть в социальных сетях? Каких-нибудь? Скажем так, кто из вас есть в ВКонтакте? Вот сеть ВКонтакте. Есть? Поднимите руку. Ох, так как высоко ты тянешь руку так высоко, как будто ты там несколько у тебя страниц там даже есть. Хорошо, а кто есть в Фейсбуке? Есть? Есть. Почему меньше? А кто есть в Одноклассниках? Самая странная сеть социальная. А кто есть в Инстаграме? Есть. Вот вы знаете, иногда тяжело заходить в социальную сеть. Я не скажу, что я там как бы много смотрю на страниц других, но иногда когда бывает заходишь, там у тебя в ленте показано о чем, что публикуют твои друзья. У меня в каждой социальной сети очень много друзей тысячи. Очень я дружелюбный человек. Вот. И когда открываешь их социальные сети, вы знаете, иногда бывает открываешь социальную сеть и чувствуешь себя неудачником. Потому что ты смотришь, как круто живут люди. У них все очень чудесно. Такое чувство, что у них все очень чудесно и у них все очень красиво. открываешь утром какую-нибудь социальную сеть, а там фотография, кружечка кофе, открытая Библия, салфеточки, бутерброд и все так красиво в одной гамме. И там написано каждое утро со словом Божьим. А я прихожу утром к себе на кухню и вижу, я вчера говорил детям помыть посуду, а они удивительно забыли. И весь стол в крошках, тут грязные кружки стоят, сковородки не помытые. А я так пришел Библию красиво положить, а я понимаю ее, тут некуда вообще класть. У меня настроение портит, плюю Библию кладу, начинаю кричать, чтобы кто-то там мыл посуду, а они кричат, пап, ты с ума сошел, так рано всех будить? Если у тебя плохое настроение, не порти другим, если тебе не спится, дай другим доспать. Я понимаю, что дольше с ними дискутировать, беру эту всю грязную посуду, пока я начинаю ее мыть, у меня уже аппетит проходит, мне уже надо ехать на работу, надо ехать, я приезжаю на работу, открываю соцсеть, а там у кого-то утро со Словом Божьим. И вот там такая жизнь у всех, или мы с детьми на прогулках, или еще что-нибудь такое. Они так красиво живут, так красиво кушают, так красиво вечера проводят вот, так прямо сидят вдвоем. у меня все как-то не так. Поэтому у меня вообще в инстаграме уже два года нет. Я понимаю, что что позориться-то? Я сейчас сфотографирую свое утро, или как с детьми гуляю, как там один упал и перемазался, а друг еще ты вылез об машину, обтерся, и ты идешь, и там все грязно, и там не касайся никого. Он говорит, папа, пошли домой, кто-то там хочет кушать, а он говорит, папа, ты мне обещал купить мороженое, я говорю, с таким грязным я никуда не пойду. И все кричат, и все, если это сфотографировать, это ужасно будет. Я потом смотрю, а там в Инстаграме все такие красивые, так гуляют, просто какие-то обложки, обложки журналов. А у меня как-то все в жизни не так, не так, не так. Вы обратили внимание, скажешь, пастор, ты к чему это вот просмоковницу-то, к какому месту-то это вот просмоковницу-то, где тут про Инстаграм-то Иисус говорил? А про Инстаграм он сказал в восьмом стихе, посмотрите, что сказал виноградарь, да? Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Вы знаете, драгоценные, вы обратили внимание, плода нет. Вот можно еще раз фотографию показать самого дерева, фигового дерева. Вот. Видите, можно еще вот где плоды на дереве висят, фотографию. Вот смотрите, вот красивые плоды, где они висят? На ветках, среди листьев красивые, инжир красиво растет, да? А теперь снова фотографию дерева, да? Заметьте, когда не было плодов, да, там на ветках, с ветками, с листьями, никто ничего не стал делать. Виноградарь сказал, я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода. он стал работать не с ветками, не с листьями, а с корнями. Там окопать, чтобы земля была хорошей, рыхлой, полить, навозом обложить, чтобы удобрение пришло. Если у тебя часто проблемы, в твоей жизни нет результатов, не нужно создавать видимость, не нужно работать с листьями, не нужно заниматься вот этими поверхностными вещами, просто создать красивую картинку. Нету плода, куплю, примотаю, пускай сфотографирую в инстаграм, пускай все видят, какая моя такая счастливая жизнь, чтобы потом другие смотрели и разочаровывались, как у них все плохо и как у тебя все классно. На самом деле мы же понимаем, что чаще всего это фасад. И то, что я вам рассказал сейчас порой о своем утре, вот это не только у меня в жизни бывает. Хорошо, еще если стол найдешь на кухне, иногда бывает и этого нет. но работать нужно не с фасадом, не с фотографиями, не с тем, что сделать, знаете, такой хороший успешный образ там где-то в инстаграме, вот это все. Нужно работать с корнями, то есть там, где питание происходит, не просто менять фасад, не просто менять витрину, не просто менять картинку, что-то в твоей жизни, значит, не приходит, что должно приходить. И тогда будут у тебя плоды, тогда в твоей жизни поменяется и результат. Да, мы кого-то бывает, мы кого-то бывает разочаровываем, разочаровываем, но не нужно сдаваться, нужно продолжать работать. Не с страницей в инстаграме, а со своей жизнью нужно работать. С тем, что приходит в твою жизнь, вот этими корнями, с этим питанием. Я когда помню, впервые вышел на проповедь, это было в далеком еще 90-м году, я помню, в церкви вышел проповедовать, а это была такая церковь, где были разные проповедники, и каждому давали по 5-10 минут. Вот, я был верующий целый год уже, мне сказали, Виктор, ты верующий целый год, пора тебе уже проповедовать. Я говорю, как проповедовать? Что проповедовать? Я представить себе не мог, что я могу проповедовать? Целые 5 минут выйти и 5 минут что-то людям говорить. И я даже помню, как ты у нас рассказывал эту историю, что я так переживал, я так готовился к этой проповеди, целых 5 минут я должен говорить. А мне еще сказали, Виктор, но ты же у нас человекообразованный, все-таки ты учишься на первом курсе университета. А вы понимаете, в советской, а та церковь прошла гонение, прошла вот эту всю подпольную жизнь, и в то время часто верующим не давали возможности получать высшее образование. А это уже перестройка, когда многое поменялось, много новых людей пришло, и вот там образованный, он на первом курсе учится. Поэтому мы ожидаем, что ты поделишься Словом Божьим. Я помню, я готовился, я так готовился, и я 5 минут репетировал, что же там 5 минут, что же сказать-то им. И взял самую длинную историю, историю, я за всю жизнь запомнил, самая моя первая проповедь была по истории исцеления дочери Иаира, потому что длиннее историю в Библии я найти не мог, из Евангелия. Самый длинный рассказ, и я ее именно взял по Евангелию от Марка, потому что там длиннее всего эта история рассказывалась. Там еще зацепилось исцеление женщины, страдающей кровотечением и прочее, прочее. Я взял эту длинную историю, и так думаю, я ее прочитаю и уже около полторы минуты должно где-то пройти. Так, я ее прочитаю полторы минуты, но потом расскажу, немножко своими словами ее расскажу еще где-то минуты, половина будет, полминуты, но потом какой-то, в общем, как-то до пяти минут дочину. Вот, я помню, настал день, когда мы все проповедовали, и я вышел, и я прочитал эту историю, и я так думал, так еще полторы минуты, и все-все, часов у меня не было тогда, вот, я ее прочитал, сказал, сделал выводы, и потом посмотрел на часы, и у меня ушло около двух минут. Думаю, господи, как же я быстро все рассказал-то, а? Как же я поторопился так быстро? И я помню, а мне нужно где-то пять минут говорить, вот мне сказали, пять минут говори, а я сказал две минуты, что еще три минуты рассказывать, я вообще не знаю. Я помню, краснел, бледнел, что-то пытался, ну, это проповедник, он все сказал, что у него есть, а ему больше нечего говорить, а время-то еще есть, и он уже дальше начинает не поймешь, что нести. Это частый пример. Вот, ну, надо же дотянуть до нужного времени. Вот, я, по-моему, говорил что-то такое, в общем, когда я сел после пяти минут, я, по-моему, был весь потный, красный. Я помнил, что я всех разочаровал, они все ожидали, что наконец-то у нас умный человек что-то какую-нибудь проповедь скажет, и он такое сказал, что просто, я сам не понял, что я сказал. Я сидел, а у нас была одна сестра, она была очень хорошая сестра, она всегда после собрания подходила ко всем проповедникам, и всегда говорила им какие-то ободряющие, хорошие вещи. Вот есть такие благословенные сестры, они всегда подходят, и что-то, вот она всегда могла найти что-то хорошее, даже там, где другие ничего не находили. Я помню, эта сестра подошла ко мне, и мне было стыдно, я думал, что же она могла хорошего найти в моей проповеди. Она подошла ко мне, говорит, Виктор, молодец, на такой скорости у нас в церкви еще никто не проповедовал. Она сказала немножко не так, она сказала, Виктор, скорость была, велика. Молодец. Вот. Но имелось в виду, что так быстро еще никто не служил. Вот. И мне стало вообще плохо, думаю, если даже эта сестра ничего кроме этого не могла найти, значит все. Вот. Но я так рад, что на мне тогда не поставили крест, мне сказали, ну что, Виктор, ничего, еще готовься. Вот. Я думаю, как еще готовься? После такой проповеди уже никто тебе не, ну, тебе не должен слово давать, никто в церкви. А тут они говорят, еще готовься. Вот. И я помню, еще готовился, и опять как-то было тяжело и трудно все время, что-то не то было. И я как-то был все время недовольный. Пока однажды, я помню, было одно богослужение, я опять приготовил длинное место из Библии, такое, о сошествии Духа Святого, деяние апостола, вторая глава. Я думаю, все прочитаю, включая проповедь Петра, и точно несколько минут на это уйдет. Вот. Я приготовился, я помню, вышел, стал проповедовать, и только прочитал первые стихи второй главы о сошествии Духа Святого, как бы почувствовал, как будто Бог наполнил меня, я отложил Библию, и стал говорить, стал проповедовать. Вдруг почувствовал, что Дух касается людей, и там кто-то начал плакать, и в конце все, как будто не сговариваясь, встали на колени, и мы молились, и просто я ощущал Божью, Божью благодать, Божью благодать. Если ты чувствуешь, что ты кого-то разочаровываешь, от тебя ожидают, а ты не даешь это, никогда не ставь на себе крест, не ставь на себе крест. Тут, конечно, знаете, важен один момент. Ожидать можно только того плода, чье семя посажено. Какое семя посажено? Если, здесь написано, хозяин виноградника посадил, да, вот это вот дал. То есть, если посажена смоковница, ожидается смоквы. Глупо ожидать от смоковницы виноград, или яблоки, или гранаты. Часто люди, они ожидают от нас того, что в нас не заложено. Поэтому одна из важных вещей, я об этом много говорю с молодежью, вот как узнать Божье призвание? Мы очень часто думаем, что вот Бог должен прежде всего к нам сказать о призвании какими-то сверхъестественными явлениями, или рука возникнет и напишет нам, ты призван быть там, и кем-то вот. А этого не происходит. Почему? Да потому что призвание Божье, откровение призвания, заложено в том семени, которое в нас находится. Важно видеть, что заложено в тебе. Какое семя заложено в тебе. Какие способности, какие таланты. В принципе, вы знаете, это самое важное, самое важное, что мы должны помочь сделать нашим детям, чтобы они могли раскрыть, какие в них способности, в какие таланты. Я думаю, это мое личное мнение, что в этом главное предназначение всех учебных заведений. Если мы думаем, что там школа должна давать знания, да, вот эти знания. Сегодня очень многое меняется. И многие специалисты говорят, что то, что сейчас учат, бывает устаревает даже до того, как люди окончат школу. Многие вещи, что мы там изучали, всякие логарифмические линейки и прочее, прочее. Сегодня, ну, кому об этом расскажешь? Как мы изучали вот это все логарифмические линейки там и таблицы вот этого Брадиса или Бродиса. Помните, мы изучали? Загадочные таблицы. Мы изучали эти таблицы, вот это все, да? Вот. В действительности, цель школы не дать знания. Знания меняются. Мы еще, помню, в школе учили, что у нас планета... Какая у нас планета-то? Плутон? Или Нептун? Да. А сейчас уже и не планета-то оказалась. Обманули меня в детстве. Цель вскрыть, что в тебе находится. Вот это цель. Потому что, слава Богу, сегодня очень многое меняется. Заметьте, это в наше время человек годам к 16-17 должен четко был определить, какую судьбу в будущем он должен избрать и поступить в такое учебное заведение, чтобы уже до конца жизни была профессия. Помните? Слава Богу, сейчас все несколько иначе. Сейчас люди учатся и в 30 лет, и в 40 лет, и в 50 лет. Поработают. Это нормально. Потому что, я считаю, в детстве главное это понять, а что же заложено в нас? Какие дары? Какие таланты? Какое семечко положено в тебя? И когда ты определил это семя, и если нету так быстро плодов, то продолжай работать. Продолжай работать. И последнее. Здесь есть еще один персонаж. Смотрите, вот есть хозяин виноградника, да? Мы о нем поговорили. Тот, кого разочаровывают. Есть смоковница. Тот, кто разочаровывает. А есть еще персонаж здесь виноградарь. Тот, который работает в винограднике, да? Работает в саду. Я недавно, когда читал эту притчу, я почему-то обратил внимание именно вот на этого третьего персонажа, на которого я никогда не обращал внимания, на этого виноградаря. Это люди, которые не просто стремятся исполнять Божьи призвания в своей жизни. Это те люди, которые помогают другим исполнить Божьи призвания, когда, возможно, окружающие в них разочарованы. Когда, может быть, окружающие, все поставили крест, но виноградарь не ставит крест. И он даже упрашивает хозяина виноградника, говорит, подожди, еще время. Давай еще не будем торопиться. Давай еще подождем год. Давай еще подождем какое-то время. Я постараюсь помочь. Помочь. Я там сделал со своей стороны все возможное. Положу навоз, там окопаю все вокруг. И Бог призывает людей, которые помогают другим выполнить их призвание, которые продолжают верить, когда, может быть, все другие уже перестали верить. И очень важно, чтобы таким был каждый из нас, потому что наш эгоизм мешает нам увидеть людей вокруг с их сложностями, с их проблемами. Мы думаем только о себе. Мы сконцентрированы только на себе, на своих сложностях, на своих трудностях, на своих целях каких-то, на своих задачах. Но есть вот это призвание, когда ты не просто свои задачи, а помогаешь ближнему его задачи исполнить. Помогаешь людям, вдохновляешь людей, благословляешь людей. Как я помню, на всю жизнь запомнил, как я, будучи молодым пастором, общался с очень известным пастором, и он сказал мне, это было самое начало нашего служения, и он сказал мне таких вот вдохновляющие, благословляющие слова, хотя на самом деле тогда еще бы мне ничего сказать-то было нельзя, но он сказал это для меня, и он всю жизнь это запомнил. Вот те слова, которые известный, благословенный пастор сказал мне, только-только начинающему служителю, и которые вдохновили меня продолжать, не сдаться, быть пастором и служить Господу. Сегодня, когда уже 25 лет моего пасторского служения, и когда я могу ездить не только по разным городам, по разным странам и служить, и я слышу масса, там все живы? Я слышу массу комплиментов, хороших слов. С одной стороны, я очень благодарен за это, но с другой стороны, вы знаете, никакие красивые слова, которые сегодня говорятся, несопоставимы для меня с теми, которые вот этот человек сказал в начале служения, потому что тогда никто ничего мне не говорил хорошего. Тогда наоборот, все критически смотрели, и все как-то искали какие-то недостатки. А он сказал это слово вдохновляющее. И, возможно, ты можешь быть таким человеком для кого-то, который поддерживает его, укрепит и вдохновит не сдаваться. Еще попробуй, еще давай продолжим, чтобы прошло время, и, возможно, в твоей жизни, наконец-то, будут те плоды, которых ты ожидаешь. Ты сможешь достичь тех результатов. Поэтому не разочаровывайся. Самое главное в себе, не разочаровывайся никогда. Может быть, это вообще от тебя ожидают того, что ты дать не можешь. Это не твое семя. Может быть, в тебя никогда это и не было посеяно. А если было посеяно, если ты уверен в этом, продолжай это взращивать, продолжай работать. Опять-таки, не с листьями, с корнями продолжай, продолжай работать. Как я, когда начал проповедовать, я стал работать со священным писанием, изучал его, познавал, всякие комментарии читал, продолжал трудиться, продолжал работать, чтобы был плод для Божьего Царства. И я вам хочу сказать, если даже такой безнадежный поначалу проповедник, как я, смог, в конце концов, проповедовать, то для каждого из вас есть шанс. Для каждого из вас есть милость от Господа. И я прочитаю в конце 102-й Псалом, 8-й стих. щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. С одной стороны, мы читали, мы должны быть милосердны, долготерпеливы к другим. С другой стороны, когда у нас не получается, помни, что Бог, Он терпеливый и многомилостивый. Многотерпеливый и многомилостивый. Щедрый на благости. Щедрый на милости. И даже если возможно момент, когда никто в тебя не верит, Бог все равно продолжает любить тебя. У нас удивительный небесный Отец, который любит нас и который верит в нас. И мы можем не сдаваться. Нам не нужно сдаваться. Мы можем идти дальше. И однажды принесем плод для нашего Господа. И всегда скажет, давай закроем глаза и склоним головы. И вот вы знаете, в разные периоды жизни для нас наиболее актуальны кто-то из трех персонажей этой притчи. И вот сейчас, когда вы находитесь в этом молитвенном состоянии, просто подумай, какой в твоей жизни период. Возможно, для тебя именно сейчас необходим урок от хозяина виноградника. Возможно, ты кем-то или чем-то очень сильно разочарован. Сильно разочарован. как хозяин виноградника, не нашедший плода, захотел сразу уничтожить дерево. Но я чувствую, когда Господь говорит тебе, не торопись, может быть, ты ожидаешь слишком быстрых плодов, может быть, еще не пришло время. терпение и милость является плодом Духа. Так написано в послании к Галатам. Духовные люди, я в этом много раз убедился, они строги прежде всего к себе, а милостивы к другим. Псевдодуховные люди всегда строги к другим и очень снисходительны к самому себе. Псевдодуховные люди в своих глазах всегда такие белые и пушистые, а других всех очень критикуют. Но настоящая духовность проявляется иначе. Являй милость к людям, являй милость к ближним, всегда давай еще шанс. Мы порой так часто срываемся на свои какие-то недовольства, раздражения. Поэтому нам необходимо взращивать вот этот добрый плод милость и терпение. Милость и терпение. Милость и терпение. А если ты возможно убедился, что каким-то твоим мечтам так и не суждено плодоносить, то тогда просто выкорчивай эти мечты. Не живи как человек, чья жизнь не удалась, потому что то, что он там себе нафантазировал никогда не произойдет. Нафантазировал, ну ошибся. будь милостив, в том числе к себе самому. Выкорчивай это дерево, если ты понимаешь, что этого не случится. И посади новое. Не просто вот я разочарован в жизни, я разочарован в людях. Нет. Посади новое и продолжай работать. Продолжай работать. Однажды придет то, что ты ожидаешь. Если ты не сдашься. Возможно, для кого-то здесь наиболее актуально сейчас именно образ смоковницы, потому что ты как раз тот человек, который кого-то разочаровал. Особенно больно, когда это для тебя дорогие люди. И так много было ожиданий, а ты их не исполнил. И опять, прежде всего подумай, а мог ли бы ты в принципе исполнить эти ожидания? Потому что если в тебе внутри семя смоковницы, а от тебя ждут виноград или грейпфрут или манго, то проблема не в тебе, проблема в ожидающих людях. ты не можешь принести гранат, если ты смоковница. Никогда не сможешь, что бы ты ни сделал, как бы ты ни молился. Некоторые говорят, а если Бог сделает чудо, да зачем же Бог тогда дал тебе семя смоковницы, чтобы сделать чудо и вместо смоковницы гранат, так нет, Бог бы тогда дал семя граната. Если в тебе посажено семя смоковницы, значит ты должен приносить смок инжир. Ты не обязан исполнять ожидания чьих-то людей, которые часто бывают неоправданы, какие-то люди что-то ожидают. Но если ты уверен, что это твое, но при этом что-то не получается, что-то не выходит, то точно так же не сдавайся, не сдавайся, а продолжай. Что-то не случилось, что-то не произошло. Возможно, если бы я тогда не сдался с этим футболом, у меня бы там так же хорошо все было, как и в борьбе. Но я поставил на себе крест. Вот от меня ожидали, ничего не вышло, ну и все. Сколько людей бросает при первых неудачах. Большинство крушений в жизни при первых неудачах, при первых неудачах, при первых неудачах. Аллилуйя Господи. Касайся. 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 Даже если они что-то не могут сейчас сделать, Господи, укрепи их. Не сдаться, а продолжать. 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 Продолжать, Господь, Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. Вы знаете, я сейчас молился, и у меня такое побуждение было вам одну вещь прочитать. Я специально, слава Богу, за интернет, попросил Мишу найти. Я это не планировал, но я просто почувствовал, что я должен для кого-то это сейчас здесь сказать, кому-то здесь это очень-очень важно. Вы знаете, я думаю, все слышали одного из величайших президентов Соединенных Штатов Америки имя Авраама Линкольна. Он на долларах изображен, по-моему, на одном долларе и все. Но мало кто знает, что этот один из величайших и уважаемых президентов Америки в своей жизни прожил постоянно, сталкиваясь с тем, что в нем разочаровывались. У него в жизни были постоянные неудачи. Я вам, вот, меня Миша нашел, сейчас прочитаю. Несколько фактов в биографии Линкольна. В 1816 год семья Линкольна лишилась дома. Он пошел работать, чтобы хоть как-то помочь родителям. Через два года, когда он был маленьким еще, умерла его мать. В 1831 году он был объявлен банкротом, потерпел полную неудачу в бизнесе. В 1832 году баллотировался законодательный орган штата и проиграл. В 1832 году потерял работу. Хотел поступить в юридическую школу, но не прошел по конкурсу. В 1833 году занял деньги у друга для организации нового дела. В конце обанкротился. В следующие 17 лет Линкольн полностью выплачивал этот долг. В 1834 году снова баллотировался в законодательный орган штата. Проиграл. В 1835 году был помолвлен. Во время помолвки невеста умерла. Тут непонятно, удача, неудача. 1836 год. Заболел на нервной почве. Шесть лет был прикован к постели. В 1838 году избирался спикером законодательного органа штата. Не набрал нужное количество голосов. В 1840 год. Баллотировался в членной коллегии выборщиков. Потерпел неудачу. В 1843 году избирался в конгресс. Не прошел. В 1846 году снова избирался в конгресс. В 1848 году проиграл при перевыборах в конгресс. В 1849 году хотел занять пост служащего государственной конторы. Ему было отказано. В 1854 году избирался в сенат США. Проиграл. В 1856 году баллотировался на пост вице-президента от республиканской партии. Получил минимальное количество голосов. Проиграл. 1858 год. В 1858 год. Снова избирался в сенат и проиграл. В 1860 год. Избран президентом Соединенных Штатов Америки. Вот вы знаете, когда вот у меня в жизни что-то не получается, я всегда вспоминаю биографию Авраама Линкольна. Потому что, думаю, если у него получилось, то у тебя нет причины сдаваться вообще. Если у него получилось, у тебя нет причины сдаваться. Поэтому, если какие-то вещи у тебя не получаются, не сдавайся. Продолжай. И последнее. Давайте еще закроем глаза. Потому что, возможно, у кого-то сейчас период, когда ты должен поддержать кого-то, помочь кому-то, как виноградарь-смоковница, помочь кому-то стать в Божьем призвании, помочь кому-то исполнить Божью цель, помочь кому-то реализоваться. Всемогущий Господь, я молю, благослови, чтобы в нашей церкви было как можно больше виноградарей, больше людей, которые помогают другим приносить плоды, помогают другим исполнить их призвание, помогают другим быть благословенными в Царстве Божьем. Я молю, Господь, открой наши глаза на людей вокруг нас. Возможно, кому-то нужна наша помощь, а мы не догадываемся. Потому что думаем, что нам только должны помогать. Потому что мы так сильно зациклены на своей жизни, что мы не видим, что, возможно, цель нашей жизни сейчас – это состояться в другой жизни, быть благословением для другой жизни, помочь и поддержать кого-то, помочь кому-то исцелиться от разочарования, помочь кому-то быть плодоносным в Царстве Божьем. Открывай наши глаза, открывай наше сердце, чтобы мы могли видеть этих людей вокруг. Возьми руку ближнего. Господь, я молю, чтобы мы были чувствительны друг к другу. Открыты, Господь. Возможно, кому-то мы можем помочь, кого-то мы можем поддержать, кого-то мы можем вдохновить. Кому-то мы можем помочь справиться с проблемой, с неудачей, с разочарованием, с болью. Кого-то мы можем подкрепить, не сдаваться, не отчаиваться, не опускать руки. Делай нас чувствительными друг к другу, как единое тело, Господи. Благослови, Иисус. Чтобы мы сами были благословениями друг для друга. Поднимай винограды, работников, которые трудятся, чтобы другие плодоносили, которые помогают, чтобы у других было правильное питание, чтобы корни питались. Чтобы как можно больше было людей, служителей в церкви, которые бы помогали другим налаживать личные взаимоотношения с Творцом, с Создателем, с нашим Спасителем. Благослови, благослови, Иисус. Аллилуйя. Хвала Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. И сейчас давайте будем закрытыми глазами, просто сидя каждый на своем месте. Давайте скажем, всемогущий Господь, мое сердце в Твоих руках. Исцеляй от разочарования. Помоги, Господь, не сдаться, не отчаяться, но идти Твоим путем. И приносить плоды для Тебя. Преодолевать кризисы, сложности по имени Иисуса Христа. Да поможет мне Господь. Аминь. И давайте дадим Богу большую славу, честную хвалу. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон»